1 декабря, накануне Международного дня инвалидов, представители благотворительного фонда возрождения Владимира Мунтяна навестили воспитанников Днепровского дома-интерната для детей с ограниченными возможностями жизнедеятельности в силу особенностей здоровья. Вот уже на протяжении 10 лет благотворительный фонд возрождения сотрудничает с городским домом-интернатом, где постоянно проживают и проходят реабилитацию дети от 4 до 18 лет, которые нуждаются в постоянном постороннем и медицинском обслуживании. При поддержке партнеров фонд регулярно оказывает помощь в приобретении медикаментов, специализированного питания и оборудования, средств гигиены, одежды, а также финансирует оздоровление детей с выездом на море и многое другое. В ходе празднования Дня инвалидов представителям фонда возрождения вручили почетные грамоты за весомый вклад в социализацию и реабилитацию детей с особенными потребностями. Зимнюю одежду в этом году мы купили благодаря вашей помощи и поддержке. Поэтому благодаря благодейному фонду отроджения Володимира Монтяна за вагомый внесок в решение вопроса социального защитства детей с инвалидностью, по разумению, торготу и материальную поддержку с повагой и побажанием высоких достижений и значных результатов в деятельности. И благодейному фонду подяга, и особисто Володимиру Михайловичу. Я хочу сказать, что наша помощь, наше сотрудничество, оно будет продолжаться и дальше. То есть мы расширяем свои возможности, мы расширяем свои пределы благодаря другим партнерам, благодаря тем людям, которые готовы, которые видят результаты и которые готовы нас поддерживать в этом деле. Концертная программа, которую подготовили воспитанники, была зрелищной и яркой. Зрители удивлялись и восхищались крепостью силы духа, энергии и талантом детей с ограниченными возможностями, но с безграничным желанием жить полноценной жизнью, любить, творить и дарить радость людям. Я с людьми поделюсь добро, чтобы надея не слава в людине, чтобы она проростала зерном, как лодинку было в Украине. Субтитры создавал DimaTorzok На этом торжественном мероприятии присутствовали также и представители Департамента соцзащиты населения Днепропетровской облгосадминистрации. Как отметила Татьяна Ивановна Чеботарь, начальник управления персонала и деловодства, очень приятно видеть заботу и помощь, которую уже много лет оказывают детскому дому-интернату благотворительный фонд возрождения Владимира Мунтяна. И очень приятно видеть колоссальную помощь оказывает фонд. Мы постоянно встречаемся с представителями на мероприятиях и еще общаемся помимо. Иногда, конечно, но, к сожалению, сколько есть у вас времени, да, знаю, что не только детскому дому. Вы помогаете именно нашей системе и Днепропетровский геоатрический пансионат для громадян по хиллоговику, для терцентров сейчас, я знаю, что активно. Поэтому огромное-огромное спасибо всем, кто неравнодушный к проблемам именно таких категорий граждан и за помощь, которую вы оказываете именно социальной защите нашей области. Спасибо огромное. В завершении концертной программы представители благотворительного фонда возрождения подарили сладости и полезные для здоровья фрукты каждому ребенку. Хорошее настроение, хорошие подарки, все очень хорошо. И я очень благодарна фонду возрождения, что он принес нам такие подарки. Хотелось бы сказать огромные слова благодарности фонду возрождения Владимиру Мунтяну за то, что поддерживают, помогают, колоссальную помощь оказывают детям, учреждению. Поэтому огромное спасибо. Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, более 1 миллиарда человек в мире имеют ту или иную форму инвалидности. Среди них более 100 миллионов инвалидов – дети. В Украине только на начало 2017 года зарегистрировано более 156 тысяч детей с ограниченными возможностями. И, к сожалению, эта катастрофическая цифра постоянно растет. Благодаря материальной поддержке благотворительного фонда возрождения Владимира Мунтяна В оплате дорогостоящего лечения и операций часть воспитанников Днепровского дома-интерната имеют возможность передвигаться без средств реабилитации. Это дает огромный шанс детям на полноценную жизнь. Как говорят сотрудники интерната, многие из таких детей поступают в высшие учебные заведения, реализуют себя в различных видах профессиональной и социальной деятельности и также создают счастливые семьи. Продолжение следует...